Доброго времени суток, друзья! Меня часто спрашивают, а почему у вас видео только об одних женщинах? Так вот, раз уж зашла у нас речь об Индии, хочется процитировать слова известного индийского политика Джавахарлала Неру, который говорил, чтобы ответить на вопрос, как обстоят дела у того или иного народа, мне достаточно лишь знать, каково там положение женщин. Так вот, чтобы понять, каково это было жить в Индии в древности, расскажем о жизни женщин. Ну а начнем с легенды. Жил да был некогда царь, которого звали Бхангасвана, который славился своей мудростью и благочестием. Так вот, ему повезло пожить и в качестве мужчины, и в качестве женщины. Как гласит легенда, когда боги спросили его, в каком облике он хотел бы провести оставшиеся годы, то Бхангасвана, не задумываясь, сказал, что выбирает остаться женщиной. Согласно ведам, женщина в два раза больше мужчины черпает наслаждение от еды, Женщина в четыре раза проницательнее и в шесть раз отважнее мужчины. И получает удовольствие от секса в восемь раз больше, чем ее партнер. Казалось бы, какое отношение к женщине? Вот только при этом считалось, что то, что вы родились женщиной, это вам наказание за ваши грехи в прошлой жизни. Мужчина для вас всегда бог, а родители совсем не обрадуются вашему рождению и постараются в самом юном возрасте выдать вас замуж. Ну, если, конечно, не отдадут храмовые танцовщицы Дивадаси. Неужели женщина была обязана каждый вечер мыть супругу ноги и не имела права ни в чем прикнуть даже самого отвратительного мужа? Чем любовь по-древней гийски так поразит европейцев? Неужели в Индии было многомужество? Как у одной женщины было по двенадцать мужей. Почему у женщины легкого поведения насилие только красное? И каково это было жить в гареме Магараджи? Но перед этим, друзья, хочу рассказать вам о том, что вам тоже будет очень интересным. Я сейчас работаю над документальным фильмом об Александре Михайловиче Лунине, сенаторе, члене ордена Розенгрейцера в человеке весьма интересном. Во время Пугачевского восстания Екатерина II ему доверила возглавить секретную следственную комиссию. Еще и потому, что, как пишут современники, он был крестником императора Петра III, лично его знал и мог легко разоблачить в глазах народа самозваного государя. Так вот, благодаря поиску по архивам, мы вместе с историком Александром Гавриловым нашли документы о его смерти и о том, где все же он был похоронен. Так что одной исторической загадкой стало меньше. Поиск по архивам – это электронный каталог документов и материалов с середины XVIII по началу XX века, в базе которого уже более 4 миллионов страниц документов Москвы, Оренбургской и Новгородской областей и постоянно оцифровываются новые. Сервис позволяет быстро находить имена, фамилии, названия населенных пунктов и любые другие слова в рукописных документах. Ссылку на ролик о Яндекс.Поиске по архивам я оставлю в описании под видео. Переходите, смотрите и узнавайте новое! Знакомьтесь, наша героиня Виджая и ее рождение родственники встретили не с радостью, а с унынием. В древности в Индии рождение девочки считалось наказанием родителям за грехи. Над матерью девочки издевались, потому что это малабуза на всю жизнь. Старшую сестру Виджаи, зачатую в неблагоприятный день, родители отдали в храм, и она будет девадасе. Ну а Виджаю еще совсем юной выдали замуж. Если в глубокой древности девочки выходили замуж в 12 лет, то в средние века их стали выдавать замуж в 6-8. Вот и наша Виджая. Муж годился даже не в отцы, а в дедушке. Теперь ее жизнь была полностью посвящена супругу и уходу за ним. Она обязана относиться к нему с почтением и быть чем-то вроде служанки или даже рабыни. Но в целом супруг был добр к ней и относился как к внучке, ведь она росла в его доме вместе с внуками от первой жены. Виджая считала, что ей повезло, ведь ее старшей сестре, ставшей храмовой танцовщицей Дивадасе, приходилось любить не одного мужчину, а многих. Но тут случилось ужасное. Муж Виджая умер, и теперь она должна была умереть вместе с ним или стать вдовой. И это в 16 лет. Жизнь женщины в Древней Индии во всех смыслах слова зависела от здоровья мужа. Один из самых пугающих обрядов – сати. Согласно ему, женщину, супруг которой умер, должны сжечь с ним на костре. Считалось, что смертью мужа боги наказывают именно женщину за ее грехи. И это она виновата в его смерти. Мол, муж умирает у той женщины, которая в прошлой жизни отбивала чужих мужей. Ну а если супругу сожгут вместе с ним, то это очистит его и всех его родственников от земных грехов. И они оба счастливы будут жить на небесах еще 35 миллионов лет. Представляете, какой ужас! Бывало, что согласия на это женщины и не спрашивали. Только совершившую сати жену считали непорочной женщиной с чистой репутацией. Да и само слово сати фактически означало «добрая, хорошая женщина», то есть преданная жена, которая выбрала для себя путь, как стать богиней или сати-магой, преодолев смерть. К жуткому обряду сати прибегали даже королевы. Или, скажем, жены солдат, проигравших битву. Страшно даже представить, сколько женщин стало жертвами этого жестокого обряда за всю историю. Хотя считается, что его совершали не более 2% вдов, и то принадлежавших в основном к высшей аристократической касте. Тем не менее, до сих пор количество храмов, посвященных жертвам сати в Индии, исчисляется сотнями. А вот если умирала жена, то мужчина не только не должен был сжигать себя заживо вместе с ней, а имел право жениться снова. Самое пугающее, что последний случай сати произошел совсем недавно, в 1987 году. И всего-то 36 лет назад больше половины живущих неподалеку от трагедии людей высказались, что это, мол, ее собственный выбор. И лишь немногие говорили, что просто в противном случае ее жизнь превратилась бы в настоящий ад. Кстати, вы будете в шоке, но такой обряд был и на Руси. Арабский путешественник X века описывает похороны знатного руса, на которых он сам побывал. Так вот, по его словам, та из жен руса, которая больше всего любила своего господина, должна была последовать за ним на погребальный костер. Правда, ученые до сих пор спорят, не были ли эти русы викингами. По-любому, к счастью, у нас эта жуткая традиция не прижилась надолго. Когда говорят о том, что сати женщины совершали добровольно, не учитывают альтернативу. Что ждало женщину, которая не решалась на это, как наша героиня, Виджая? С тех пор ее оставшаяся жизнь стала настоящим кошмаром. Женщина, не исполнившая сати, считалась грешницей и позором для рода. Теперь она была практически похоронена заживо. Можно ли это назвать добровольным выбором? Выйти замуж еще раз она не имела права. Всю оставшуюся жизнь совсем юная Виджая должна была ходить с обритой головой, носить только белое траурное сари. Ей были запрещены украшения и макияж. Категорически запрещено посещать праздники. Появление вдовы на Перу считалось дурным предзнаменованием. И, конечно же, нельзя было общаться с мужчинами. Запрещались и любые удобства. А вдовевшая Виджая отныне спала на земле, питалась лишь один раз в день. При этом ей не разрешали есть мед и мясо, пить вино и употреблять соль. Отныне и до конца дней она должна была поститься и молиться, чтобы обеспечить себе повторный брак со своим мужем в следующем воплощении. А ее присутствие окружающие воспринимали как проклятие. Лишь в 1856 британское правительство законодательно разрешило вдовам выходить замуж во второй раз. Но сами вдовы на это еще очень-очень долго не решались. Общество было к этому не готово. Чтобы избежать костра или участи вдовы, женщины Древней Индии холили и лелеяли своих мужей. Каждые пять лет жена совершала обряд охранения мужа. Если тот заболевал, супруга постилась, чтобы он поскорее поправился. Жена никогда не называла своего господина по имени, так как этим могла тоже сократить ему жизнь. Только на «вы» и никогда нельзя смотреть ему в лицо. Кушала индийская жена только после того, как наелся супруг, и обязательно по вечерам мыла ему ноги. Ах да, нельзя еще идти рядом с ним, нужно семенить чуть позади, из уважения. Наиболее авторитетный трактат закона Ману, составленный во II веке до н.э., гласил, что верная жена должна постоянно чтить мужа своего, как бога, даже если нет у него ни добродетелей, ни просто хороших качеств. Жена не имеет права даже укорять супруга, когда он, цитирую, поддается порочным страстям, пьянствует или заболевает дурной болезнью. А вот если муж или его родственники недовольны женой, то они имели право просто избить женщину, или, скажем, проиграть ее, или продать. Кстати, в соответствии с законом Дхарма Шастры, молодая жена принадлежала не только своему мужу, но и всей его семье. Ну а как же любовь? Особенности любви на древнеиндийский манер сложно понять европейцам. В том же XIX веке русская аристократка, выданная родителями замуж, могла полюбить или не полюбить своего мужа. Ну, то есть сама решить, отдавать ему свое сердце или нет. У индианок не было вариантов полюбить или не полюбить супруга, за которого выдали замуж родители. Для древнеиндийской жены муж однозначно бог, которого она просто обязана обожать всем сердцем, без вариантов. Женщина вообще не вправе принимать решения или действовать по собственному усмотрению. Брахманическая религия не считает мужчину и женщину одинаковыми по человеческому достоинству. Женщины в древней Индии были приравнены к людям из самых низких каст, к шудрам, к домашним животным, рабыням, даже потомство которых принадлежало только их хозяину. Положение женщин было, конечно, очень тяжелым. Они полностью подчинялись сначала отцу, потом мужу, после смерти мужа, дяде. И никакой там свободы и независимости. За измену жену подвергали страшным карам, вплоть до смертной казни. А вот мужчина имел право иметь сразу несколько жен, и это вообще не считалось грехом. Казалось бы, мрак и ужас. Но вопреки европейским стереотипам, покорная и безропотная, вечно униженная индианка оказывается, опять же, не более чем миф. Ведь в качестве матери семейства она уже обладала огромной, чуть ли не абсолютной властью. Родив сына, вечно униженная жена занимала почетное место. В качестве матери женщина отождествлялась с космическим женским началом шакти и занимала высочайшее положение в божественной иерархии. Уже упоминавшиеся законы Ману на сей счет гласят, отец во сто раз выше духовного учителя, но мать в тысячу раз выше отца, как воспитательница души ребенка. Но Индия не была бы Индией, если бы с браками здесь все было так просто. Всего в Индии восемь разновидностей брака. Восемь. В законах Ману можно также найти следы многомужества. Когда одна женщина выходит замуж сразу за всех братьев, как дочь царя Драупади, которая, согласно Махабхарате, вышла замуж за пятерых братьев-пандавов, то есть стала их общей женой. А родившиеся у нее дети считались детьми всех братьев одновременно. Спустя тысячу лет о многомужестве напишет Иватьяна в знаменитой Камасутре. Это уже 3-5 век новой эры. В области Грамонарии, в Стрираджии и Бахлике многие юноши находятся на равных правах в женских покоях, будучи женаты на одной и той же. И женщины наслаждаются ими или по одному, или сразу, сообразно своей природе и обстоятельствам. Ватьяна достаточно подробно, кстати, описывает последний вариант, который мы привести не можем. К приходу англичан многомужество в Индии сохранилось лишь в Гималаях и местами в Южной Индии. Именно на юге Индии, высоко в Голубых горах, в 1812-м, британцы открыли для себя загадочных Тодда. Те были более светлокожими, чем другие индийцы, с тонкими чертами лица, а их одежда напоминала римские туники. Сами они говорили, что пришли со звезд, а соседи считали их великими колдунами. Но еще больше британцев поразили их семейные обычаи. Как правило, мужа себе выбирала девушка. Если она была уже беременна, неважно от кого, отказать ей и вовсе считалось неприличным. В 1821-м, британец-картограф Уорд пишет, что невеста, цитирую, обязана, в случае, если у мужа есть братья, признать и их мужьями и выполнять перед ними супружеские обязанности. Но помимо мужей, замужняя женщина Тодда, согласно обычаю, может иметь еще и любовника, Кумбхала. По словам все того же британца, цитирую, Кумбхал имеет отдельную власть над ней. В случае, если молодая женщина находится в доме одного из мужей и Кумбхал приходит, муж немедленно ретируется и оставляет ее с любовником. Законные мужья содержат ее, а Кумбхал снабжает ее ежегодно одеждой, табаком и другими мелкими подарками. Не менее интересно, с матриархальным многомужеством обстояли дела у наиров Малабарского берега Южной Индии. Здесь, главная в роду и вовсе была старшая мать, которая руководила своей семейной ячейкой, состоящей из ее детей, братьев, сестер и детей-сестер. Вот как рассказывает об этой древней традиции антрополог Кирилл Резников в книге «Запросы плоти. Едай секс с жизнью людей». Цитирую. «Хозяйство было общим. Им управлял старший брат матери, но сам он не имел собственности. Все им нажитое переходило не его детям, а сыновьям и дочерям сестер. Ячейка общества называлась Таравад. Членами Таравада считались только дети женщин. Дети мужчин принадлежали к Таравадам жен и носили фамилии матери. Мужья не имели прав даже на сыновей. Тех воспитывал их дядя по материнской линии. Мужем женщины Наиров мог стать только Наир из другого Таравада либо Брахман. Супружеские отношения были очень своеобразными. Муж лишь время от времени ночевал у жены. Причем прийти он имел право лишь к ночи и уходил на рассвете. А также дарил ей подарки несколько раз в год. Больше их ничего не связывало. Женщина могла, если хотела, в любой момент прекратить с ним отношения, выбрать другого или вообще иметь от 8 до 12 мужей. При всем при этом Наиры – это кшатрии, очень воинственный народ. Вот такая вот загадочная Индия. Ну хорошо, а что ждало тех, кто не выходил замуж в Индии прошлых веков? У них было несколько вариантов. Стать рабыней бога, именно так переводится девадаси, храмовая жрица, танцовщица, ну или куртизанкой. Куртизанка на индийский манер это не просто дама легкого поведения, это настоящее искусство, которое корнями уходит в древнюю традицию нагарватху, что означает невеста города. Есть здесь и сакральная основа. Нагарватху считали воплощенными богинями и для любой женщины стать нагарватху было высочайшей честью. Если простые люди наслаждались их божественным пением или танцами, то только короли или самая высшая знать могли позволить себе ночь с ними. Уже в начале нашей эры в Индии было большое количество терминов для обозначения продажной любви или проституции, более трехсот. Это говорит и о популярности и о так сказать широком спектре услуг родины Камасутры. В ведические времена девушки легкого поведения в Индии носили исключительно красные одежды и даже золотые украшения специально красили в красный, чтобы он отпугнул демонов от развратницы. На самом дне общества находились самые бедные проститутки кумбадаси. Они были рабынями, девочками самых бедных семей. Встречались среди них и вдовы, не совершившие сати. Пумскали называли уличных проституток, которые бежали за мужчинами и предлагали свои услуги. Тоже дешевые уличные веки завлекали одеждой и украшениями. Более дорогие куртизанки назывались ганика. В отличие от замужних женщин, ганики обладали несравненно большей свободой. Как и гетеры в Древней Греции, они умели читать, писать, конечно же, петь и танцевать. В древнейшем трактате о любви Камасутры сказано, что ганика должна владеть 64 видами искусства. В их числе пение, танцы, рассказывание историй, декорирование и даже архитектура. Ганики имели право носить золотые украшения и красивые наряды, иметь собственность, владеть землей и рабами. При этом, под угрозой плетки, они не имели права отказаться ублажать любого, на которого им укажет их господин. Надо сказать, что в Древней Индии и секс был кастовым. Проститутке было запрещено обслуживать клиентов из низших по отношению к ней самой каст. Ну а девушкам из высших каст категорически запрещалось продавать свое тело. Наказанием за это была смерть. Было еще один вариант. Женщина могла оказаться в гареме правителя Древней Индии. Они имели очень много жен, да еще и наложниц, которых называли маленькие жены. Так, живший в VI веке до новой эры царь Тамба даже поставил рекорд. У него был самый огромный гарем в истории человечества – 16 тысяч наложниц. Но и этого, видимо, им не хватало, так как помимо наложниц у них было еще и множество куртизанок. Ганик, у которых в гареме была даже своя иерархия. На ее верху располагались те, кто служил у самого правителя Махараджи. Куртизанки, служившие его жене и дочерям, а были и такие, были статусом пониже. Ну а на самом низу гаремной иерархии были ганики, задачей которых было увлажать не слишком знатных гостей и прислугу. При том, что в отличие от европейской, христианской культуры секс в Индии вообще никак не связан с грехом, главное, чему учат индийских девочек об уздании чувств. Да, согласно индуизму, секс – это мистический опыт, благодаря которому можно достичь просветления. Это и искусство, и наука, носящие сакральный характер. Недаром ветка персика гласит, секс ради удовлетворения полового желания также отличается от любовного наслаждения, как и завтрак бедняка от трапезы Магараджа. Индийцы создали множество практик, нацеленных на получение наслаждения и единения через это с божественным. При всем при этом там были категорически запрещены любые проявления нежности и симпатии, никакого кокетства, никаких вызывающих взглядов и уж тем более никаких поцелуев и публичных объятий. Кстати, за это до сих пор даже супругов суд может приговорить к заключению на срок до трех месяцев. Даже в Болливуде лишь с 2007 года официально разрешили поцелуй. Обуздание собственных чувств – вот главная задача женщины и признак хорошего воспитания. Неумение сдерживать раздражение, гнев – один из самых главных пороков. Женщине в Древней Индии положено было быть мягкой, приятной в общении и речи. Вот такая вот история.